ребят всем огромное здравствуйте с вами как сюда лёшка оператрица от бога всем привет я наташ попросил сделать обзор на какую-то столовую либо еду из каких-то магазинов стм и я уж не знаю чего она сделала подборку поэтому сегодня мы с вами посмотрим что можно вкусного приобрести в магазине либо в столовой перед началом видеоролика мне бы хотелось пожелать вам приятного аппетита ну и не забывайте что ваши лайки помогают нам понимать что данный контент интересен если что пишите в комментариях какие магазины либо столовые еще проверять мы все цело за это правильно так обратите внимание это у нас скорее всего ветчина сыр али нет очевидности моя ну чё сырочек есть все нарезано достаточно мелко я не знаю как вы я блины употребляю крайне редко в магазинах типа теремка потому что они озверели на хрен с этими ценами честно вам скажу ароматика очень простая ты чувствуешь как пахнет плавленый сыр и виде ветчина особо сильно нет это конечно не сырочек какой-то моцареллу мне положить просто песто туда не здесь все по-простому пробуем первое это сыр сыр здесь не очень понравился ощущение какого-то плавленого сырного продукта вот то что мы в пятерочке делали сырный продукт с растительными с растительным всеми ветчина более-менее не отяшенский продукт или еще кое-либо другой а вот сам блинчик сделан очень добротно вот такие блины не все в заморозке умудряются сделать и в целом полное впечатление когда все соединяется в ротовой полости целом нормально съесть можно без отвращения опять же если любите плавный сыр вам может быть понравится второй раз честно вам скажу я бы не купил потому что якобы нам вот в столовках отношусь очень спокойно для меня это супы второе вот это вот пирожочек компотик вот это все на свете поэтому я ставлю сюда честно немножко сыр подбил два блинчика я думаю стоит где-то в районе рублей 70-80 но я не знаю чем все не идет речь поэтому несложно что-либо говорить прости пожалуйста ты вообще с какого города приехал 250 120 рублей ну простите я правда не понимаю просто это может быть или столовой или магазин или еще что-то и едем дальше и так ребят что мы с вами видим но это детская запеканка не знаю с чем у вас ассоциируется детский сад я уже неоднократно говорю что я вспоминаю этот макаронный суп молочный это вот это кстати я очень вспоминаю потому что я не ходил а ну все я была дикая мне не отдали дикая кошка очень очень пахнет изюмом или кот мякиш ну такой знаете честно вам скажу детская запеканка запах немножко получше было по моим воспоминаниям я сто лет не пробовал давайте посмотрим я очень удивлен потому что у меня полное ощущение что в детстве запеканка это было что-то на уровне форда бояр доешили из-за стола не выйдешь вы знаете может я повзрослел как помните в детстве мы не любили с вами с вами оливки или в шри рачу я в детстве не любил да а сейчас не оторвешь мне так нравится может я повзрослела в бочке остался а может просто летом стать короче честно вам скажу выполнена неплохо творог чувствуется не самый паршивый не самый лучший но не то есть мамина творожная запеканка будет в раз в сто вкусней но в целом это очень неплохой продукт изюм чувствуется не супер сладко что я считаю в плюсы вот или 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 малиновое варенье что такое так господа кто это делает имейте ввиду что очень круто если вы прилепляли потому что она у вас не сладкая и вот здесь для любителей сладкоежек скажем так я сбрызнуть именно сбрызнуть берем давай так это вот это кусочки оцениваю правильно ну типа ну 120 рублей 130 130 вот я выбираю из этих я выберу назад так все точно данную позицию это драник ну драник на завтра неплохо а чё без сала наташ так уж позавтракал так позавтракал а я кстати не брезгую я могу тебе сказать я когда был в волгограде сейчас ребята я разрежу вам покажу ну так не домашний дранчик конечно но вроде выполнена неплохо когда был в волгограде у них есть где ну вот раздел завтраки там драник с яйцом с пашот там типа знаешь немножко да 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 я тебе честно скажу я прям с драника то есть ты съел такой и ты целый день свободен до обеда ты точно свободен здесь хотелось бы видеть какую-то тоже приколюху моргарка по фрейду ну я соглашусь с тобой здесь неплохо видеть какой-то может быть знаете как бы вам так сказать какой-то соус что был может быть просто кетчупа положили бы сметана все толь все да я топлю ухожу конечно зелень укропа побольше всего так чтобы просто из всех щелей был пахнет не самым вкусным драником потому что драник надо есть когда он вот только сгоряча понимать да ты правильно пашка он с корочкой он очень-очень вкусный и салом можно еще знаешь нарезать но мы по-всякому любим это дело давайте пробовать это некая версия если бы драники делали в сувиде то есть такое чувство что эту картошку вначале закинули в сувид потратили на это восемь часов да я не понимаю людей кто там наш есть люди кто например яйца готовит сувиде да понимаешь что я говорю а вот это уже другой вопрос и а вот здесь такое чувство что очень бестолково сделано очень чувствуется сильно мука то есть это вот не драничит богатый вот этой какой-то картофельный составлять соли мне не хватает вообще если это называется драник то это по-нашему честно больше похоже то что наташка говорит это похоже на отварную часть которую просто пожарили и все в столовках ни разу не пробовал хороших драников они всегда очень мягкие они никогда не хрустящие сметаны нет и очень чувствуется мука к сожалению бракуем я вторую то есть вот блинчики я понимаю что ребята мы все-таки пытаемся критично относиться к обзору но это вполне себе съедобно надо понимать вот здесь я бы еще на вашем месте подумал по стоимости драников я даже боюсь просто представить объяснить чем свято когда я свяжу когда сколько стоит чипсы я такой типа ну это ж картофель дорогущий в производстве это если что ирония или с легким паром так вот мне кажется данная партсайка неплохо если бы стоило рублей 70 по хорошему ты мне сейчас скажешь 120 скажу 130 честно ну ребят ну камон кто это делает чё такое положили быть сметаны если уж вы тут муки нахреначили не викинг боже мой сейчас будут рога знаешь расти как у викинга а вот этого не хотелось бы наталья тут ананасы я так понимаю ананасы полезны для не некоторые говорят для мужского здоровья в ком-то смысле а вот я не знаю не проверял здесь есть сырочек майонез грибы как будто бы я не люблю эксперименты в данном случае то есть я всегда за какую-то классику она у нас есть семейная классика есть межнациональная классика хотел сказать господи нет есть какая-то очень понятная классика в виде среди под шубой либо оливье а это что-то новенькое вот такие новенькие салаты наташка раньше за дело на новый год типа а у меня есть да это прикольно новый год готовы ли мы с вами экспериментировать во время обеда там на работу вы берете или когда еще я не знаю шампиньонами очень сильно пахнет ой слушай ну правда неплохо здесь доминирующая это картошка и грибы очень чувствуется на послевкусие идет ананас вы знаете честно наташка грудки очень мало вот курица там есть до куриная грудка я бы сказал что куриные грудки очень здесь мало он такой знаете овощной и что наверное немножко в минус в кой-то веке хотя я не люблю супер майонезные салаты это дело каждого все ребята если вам не сложно реально мы все время забываем какой самый вкусный майонез черт возьми ты не знаешь продолжим ребят приятного аппетита не побегурили мы очень по вам соскучились короче майонеза побольше положили какой вкусного майонеза так в целом неплохо надо взять себе на вооружение на новый год и что-то похожее сделать помнила красная цена что да да неплохо я бы это 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 да есть можно у меня это встает сюда то есть я бы второй раз дал куриные грудки ребяты не ну чуть-чуть побольше вы положили до какой-то мясной составляющей но если скажешь до 100 рублей то ок если 130 то ты тоже нормально для столовки 130 рублей а сколько это грамм не просто интересно 200 200 грамм что-то на дорогом у нас сегодня в плане стоп не правда неплохо такое съесть можно вопросов 0 тяжелая артиллерия я хочу сказать наташка здесь психанула и взяла целую плашку и вот тут конечно я вам могу сказать это как будто бы дом если строите да например вот у вас цемент цемент заканчивается ну вот вы сейчас поймете о чем я говорю потому что я уже вижу плотность данной конструкции тут конечно шинковка от бога то есть как вот не люблю когда он по-разному нашинкован хотя майонеза здесь уже точно не пожалели это у нас идет как мы считаем классической склобасой для кого-то с говядиной для кого-то со свининой для нас например там кто-то с языком делает каждому свое майонеза многовато может поплыть немножко и и знаете мне вот очень интересно ваше мнение по поводу оливье вот какое количество людей любит лук в оливье я не понимаю это же вкусно ровно на одну порцию а потом на утро когда ты любишь эту оливье скажи с утра закопаться в подушках там взять себе налить что-нибудь и вот ты понимаешь ты берешь это оливье а вниз внизу это вода луковая это же не в это горько даже ароматика да неплохо как будто бы действительно оливьешная классика данная компания которая делает данную оливьешку вы знаете они точно умеют в такое понимание как стараться в чем это проявляется очень неплохо нарезаны овощи овощи не и вот даже то что визуально мы посмотрели показалось может быть нет может быть огурь какая-то больше может меньше но в целом классика окей очень важная не знаю как для вас но для нас очень важен это горошек и очень важен это соленый огурец который здесь по моему полусоленый полумаринованный я бы сказал маринованный вот ими тоже показалось но это никак его не портит единственно есть одно но это майонез который портит все вы знаете я часто говорю что майонез подорожник для всех блюд и вот здесь этот подорожник не работает по той причине что он дешевый Знаете, его либо разбавили водой, либо его разбавили сметаной Майонез заменить, вопросов ноль Пока встает с удач, но это можно доесть То есть, если вы это купите, вполне возможно, что вы вряд ли будете бадхертить У вас будет там попа гореть, вы такие, боже мой, что это за... То есть, вот... Бадхерт, горячая попа, перевожу Ребят, не благодарите, уроки английского опять начинаются для нас с вами Здесь фишка очень простая, что доесть можно, а вот уже про удовольствие Сравнивать с домашними бессмысленно Вот ленту сравнили, лента кусок... Мы на ленту как-нибудь сделаем, ну если это лента, я, конечно, охренею Потому что лента умеет так плохо делать Оливье Насколько вообще очень... Да, это в целом неплохо Я еще раз повторюсь, я немного придирчив 500... Ой, сколько грамм Оливье? 500 грамм Ну 200, наверное, ну рубль за грамм, 250 грамм, давай, 250 рублей 230 230 рублей, ну ценник типа такой, знаете, смотря где это находится Если еще есть место, где поесть, то в целом это, наверное, даже неплохо Куриный бульон Ну вот у меня, конечно... Смотрите, курица здесь присутствует Морковонька есть Такой детский супчик Объясню, почему детский Потому что вот моя ладонь Ну не самая она огромная у меня Кулак, да Но если есть порох, дай огня Извините Так Я что хочу сказать Здесь присутствуют следы вот эти жировые Не знаю, навара, бульон или нет, мы сейчас с вами поймем Это типа сколько? Это 200, 150 миллилитров? Не-не-не, это побольше Это 250 больше Еще раз Многие со мной спорят на этот счет Я искренне считаю, что пол-литра супа Это вот я сегодня с утра Литр грибного заточил И мне пока по кайфу, честно вам скажу Запах немножко магии пахнет Читерство, да? Я поняла, что суп с грибами был Ну что не так? Все не так И все нету Когда Лешка поел грибного с бодуна Ладно, все норм Очень странно, что у нас нет такого предмета, который замеряет соль Ибо мы из Петербурга И в соли должны разбираться больше, чем другие И здесь могу сказать, что Все настроение портит непосредственно бульон Бульон соленый настолько, что он горький Это безумно горький продукт Пропиталось все Лапша такая же пересоленная Наверное, давайте так Навара бульона Ну не очень много здесь Я чувствую здесь вот эту не нитриточку А вот это кубик магность Немножко, чуть-чуть Но вы понимаете К сожалению, технология была в каком-то месте здесь нарушена Я думаю, именно в приготовлении бульона Кто-то влюбился, возможно, на этом предприятии И все пошло по одному месту Это у меня идет в последнюю очередь К сожалению, когда мы с вами покупаем данный продукт Если была возможность подойти и вернуть Я бы вернул, потому что Сколько это стоит, Наташ? 95 рублей Я даже... 95 рублей? Это не супер дорого, я вам честно скажу Но 95 рублей за то, что ты не можешь это съесть Еще раз, ребята Я знаю, что такое пересол А это именно пересолено до горечи Я знаете, о чем говорю? Может быть, суп-то был неплохой Изначально Просто, понимаете Вот тут не сработает механизм Сарафанного радио Офисного Или где вы это едите? Ну я бы взял, например, на работу Пока вот все паки как будто созданы для того, чтобы взять на работу Ты один раз обжегся Ты не будешь второй раз обжигаться Ты такой, типа А если бы, да кабы? Желательно, конечно, чтобы проверяли на производстве Потому что это очень соленый продукт Ну что же, господа Борщ Борщ И еще раз борщ Но он красный Это уже неплохо Интересно, конечно, количество мяса Но я вот так вот скажу честно Здесь очень много картохи Здесь очень много капусты Я вот мясо... Вот подождите, стойте Я нашел! Я нашел его! Смотрите, один кусочек есть Ну, по-моему, это все... Да, один кусочек мяса А запах щей Зараза! Все... Да, так бывает! Любовь умирает! Но... Что-то мне понесло Нет, я сам Кто это плавал? Очень грустый Я, конечно, люблю густые супы Но здесь прям побольше бы жижика хотелось Здесь наоборот Здесь гигантское количество сахара Овощи очень сильно переварены Но даже бог ты с ним Многие не любят борщ Чтобы была хрустящая капуста Кто-то нет Здесь нельзя придираться к людям Дело вкусовщина Это идеально, жевать не надо Да, это прям... Если это сблундернуть То можно, в принципе, это и выпить Дело не в этом Мясо... Ну, мяса катастрофически мало, честно Я даже откусил Но потушено Знаете ли, нормально Короче, фишка в том Что здесь люди, кто делали Немножко не понимают Как мне кажется, технологии Дело в том, что свекла Или свекла Напишите, как правильно у вас Буряк, да Она делается в формате Ты же знаешь, мы ее подтушиваем И немножко уксуса добавляем И вот уксус в этот момент Это мое личное мнение Я не шеф-повар Я просто любитель Я добавляю так И для меня уксус в борще Очень важен Во-первых, у вас сохраняется цвет Потому что если этого не сделать То чаще всего будет вот такое, знаешь, да? Он рыжий будет Здесь как будто и технология норм Но очень сладко И вот этой кислинки И соли Господи, ребят Но если вы делаете порционную Вот эту штуку Ну подложите вы Маленькие па**ки Вот эти С солью, с перцем Нет, здесь я понимаю Здесь я понимаю Что вы солью не приложили нормально Здесь что-то нужно Антисольное Да, например Сахарочек положите Добавь сюда в буль Сбалансирует вкус А что нет, кстати, ребят Подождите Подождите Так, контора, которая делает Мы, по-моему, вам придумали технологию Идеально Ну попробуем Если вдруг вам нужно будет Какого-то технолога хорошего Могу посоветовать Наталью Валентину Она вообще с этой задачей Справилась В ключе двух супов А как говорится Ну она, знаете ли, мне всегда говорит Что и водку спил Нормально мешать Голова не будет болеть А с утра О! До березки До березки хрен Дойдешь после ее советов Ладно Суп, борщ Давай Сто двадцать рублей Наверное Но я бы не дал И семьдесят и восемьдесят Не дал бы Сто рублей Не Надо работать Надо поработать над ним Правда Оливьешка в целом норм Блинчики норм То есть это вот такая Вторая колонка Пока вот это самое топчик Был за то, что За что можно отдать деньги Боже! Бло! Что-то с рисом, да, пошло не так Рассыпчатый ли рис? Да, рассыпчатый Это курица Это факт Что касается Курица кушается Что касается риса Как будто он побит Ну ладно Рис очень разваленный Ломается Не самый качественный Который только возможно придумать Притом, честно вам скажу На Краснодарском Можно сделать вкуснее Чем вот этот рис Который сделан здесь Зиры В окусе Есть совсем чуть-чуть Децельный коцел Положили Что не нравится, пожалуй Это нет игры специй Потому что для меня Плов Это действительно Подбор хороших Вкусных специй Это ароматная штуковина Здесь, к сожалению Кроме огромного Количества масла Я ничего не чувствую Очень посредственно Очень вот Консервированный Мы как-то с тобой брали Было гораздо вкуснее И нету вот этой Кислинки приятной От Как она называется Наташка Забываюсь Нет, не зира Это там Барбарис Да Вот А что касается мяса Технология зирвака Мне кажется Здесь вообще не используют Потому что Обычно же в зирваке Тушится Подтушивается Скажем так Со специей мясо Оно у тебя и прожарено И готово Здесь ощущение Что это какая-то Курица-гриль Которую, к сожалению Люди готовили По принципу Отваривания А потом это где-то осталось И вот то, что было Мы сюда и положили Я думаю, ты скажешь Рублей 150-140 Но че Сколько? Вот Тут сейчас итальянская классика подъехала Итак, это, наверное, балагнеза Которая называется баланеза Макарошки Ну что же Не могу сказать Вот, смотрите Неплохо сделано Неплохо Не слиплись Здесь у нас фаршик Ну, кстати, сказать Господа Это вам не сытоедов Которые там вот вообще Да, с Ивлевым Там фоточку наложили И продаем Да Слушайте Аромат Ну, вы знаете Это точно дело Он не чувак, который делает плов Я надеюсь Нет, это выглядит Как такая Типа, знаете Очень А, как будто вам баланеза Сделала бабушка Типа, знаешь Бабушка не будет в интернет залезать Она ей кто-то сказал Она такая Вот туда-туда Это положил И в томатах Но, как будто бы Типа, это должна быть Как домашняя еда Слушайте Не позволяет мне Совесть сказать Что это невкусно Объясню С чем связано Потому что В детстве Когда я был мелкий Когда все смотрели Черепашек Ниндзя Когда не было Никаких вам доставок Пицц Ты приходил домой Мам Приготовь пиццу И мама делала Напротив 50 килограммовая пицца Но она для меня Самая лучшая Квадратная Знаешь, о чем я говорю? Мама же то Все кидала И делала на этом На тесте Знаешь, какое Слое на дрожжевое Или бездрожжевое И типа Да, и ты типа Ел этот кусочек Квадратный Черт возьми Правильной формы Я вам хочу сказать В квадратный короб Должны быть Квадратные куски Давай таблетки Вот И здесь, короче Это то же самое Сработало Как будто бы Шеф там Или вот организатор Этой все Где-то готовится Он подошел К Светлане Викторовне Например Да, и говорит Светлана Викторовна Нам нужно было Болонезе Она обвела что-то Может быть не нашла Или такая Спасибо, там Витек Что такое болонезе Это макароны с фаршем И в томатах Да, это как по-флотски Как по-флотски Короче Вы знаете Это весьма съедобно Немножко бы побольше Здесь соли Отбалансировать Вкус сладких помидор А мне такое чувство Что они сюда еще Знаете Как будто яблочного Сладкого сока Добавили И Все что надо было сделать Это добавить фарш Чуть побольше Сушеного базилика Орегано В целом Растушен Слушай, а так а может Это топпинги Для всех блюд Не могу поставить Не могу Не могу Вот я даже Съесть-то можно Вы знаете Это видно Что это старались Люди делали Немножко может Не понимая Но здесь хочется Отдать должное Что это как вот Домашняя еда Это действительно И макароны Приготовлены Ребята Получается Можно приготовить Чтобы они были Не слившиеся И даже В состоянии Дани аль денте Да и бог ты с ним С этим вашим аль денте Да как говорится Нет, вполне себе Сносно Сколько стоит порция Слушай, ну я думаю Ну это-то рублей 180 должна Это все-таки фарш Причем фарш Неплохой здесь 140 140 Ну ребят Ну это реально Наесться можно с этого Здесь очень нужна Пояснительная бригада Это у нас перекус Правильно ты говоришь Да У меня маленький вопрос Это что Это шавалюш Это Нет Нет Мне пожалуйста Объясни Что написано на коробке Шаурма Либо шаверма Я не докапываю Мне просто интересно Как что это оценивать Скажем так Это шаверма с курицей Шаверма с курицей Ну давайте так Конечно для шавермы Но это такая Вы этого не видели Это такая Как вам сказать Помидорка Как-то так Да вот слабенько Немножко Скромная шава Я бы сказал так Ну соус не тот Не пахнет Морковь Морковь Да шаверма Ну ребят Ну ребят Ну это просто майонез Это просто майонез Обычный майонез И больше ничего в нем нет Ну чеснока Добавьте И все Просто чеснока Хотя бы выдавите Ну просто сделайте вы Чесночка туда побольше В этот майонез Пусть бог ты с ним Майонез тоже вкусный соус И пусть весь офис И пусть весь мир Подождет Подохнет Да 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 Ну к сожалению Нет Сколько Ну давай Ну тут сейчас ты скажешь 150 точно Ну нет нет 120 наверное Китологичный тоже Я так понимаю Там ценники очень Все по 120 195 грамм Стоит 150 рублей Ну это одна из Самых недорогих шавух Ребят Я не знаю Напишите кстати Как в регионе у вас Действительно правда интересно Такий ФСишный твистер Твистер с курицей Я раздевать не буду Я просто хотел посмотреть Что Ну как бы Ну листик немножко Устал да Как будто бы Ну давайте попробуем Попробовать этот твистер Типа это хрустящий стрипс По идее Если я не ошибаюсь К сожалению Попробовать полностью Это не получилось Курица Вот этот стрипс Который находится здесь У него вкус Именно протухшего мяса Я думаю Что те кто знает Когда курица Подходит Уже такая Она есть С определенным дужком Этот определенный душок Здесь присутствует К сожалению Полностью Что либо проверить Я по соусу Почему то еще Я не смог Это самое То есть Давайте так Это Не то что плохо Приготовлено Это просто Испорченный продукт Он у нас Стает на последнее место Давайте так Ну хочется вам Такое что то Ну согласитесь Ребят Это надо вот Не в доставке Если как Наташка Доставку заказала Да Это надо Чтобы все таки Это было в ключе Ты приехал Вот КФСшка Ростик Да ныне называется Тебе сделали горячий Хрустящий Ты съел Кайфанул Все Но вот это Полумера Которую вам везут В доставке Приезжает в таком состоянии Либо вы его едите То есть холодным Я так понимаю Оно было ледяное Как Наташа говорит Либо его как-то Надо подогреть Я думаю Что этот стрипс 140-150 рублей Но это того не стоит Ну 150 рублей Ребята В 150 Напишите Может я не прав В ростиксе Можно в принципе Чуть добавить И купить что-то Твистер По-моему Твистер рублей 300 Наверное стоит Твук да Смотрите Свининки Один кусочек Добротно положили Лапшичка Все обжарено Скорее всего Ну что тут еще Нет Два кусочка мяса Здесь щедро Очень щедро Кунжутным маслом Кстати говоря Отдает И неплохим Да Кунжутное масло Здесь присутствует Ну давайте попробовать Попробую Давайте попробовать Попробовать Давайте попробуем Интересно Острое это или нет Грибочек вроде еще вижу Тут опять же Скорее всего Готовила Светлана Светлана Забыл как вышло Чтоб Прошу прощения На Баланезе Вы помните Наверное Короче Очень неплохие ингредиенты Неплохо все Выправлено По-домашнему Ты от этого Не ждешь Какого-то ресторана Лютого Но мы уже понимаем Что по ценам Все здесь Более-менее нормально Мясо Два кусочка положили Да она есть Углеводов В виде макарон В данном случае Удон Который здесь используется Неплохо Наверное Хотелось Какой-то остринки Но думаю Ребята не могут Играть в остринку Потому что Недалеко Ребята По статистике Не все любят Острое Скорее всего Какой-то такой момент Овощи Немножко хрустящие Чуть-чуть совсем Но это неплохо Сделано Я это ставлю Наряду С макарошками Болоньеза Кунжутное масло Есть Кунжутные семечки Чуть-чуть попадаются В целом Ну реально Молодцы Неплохо сделано Да И соль есть Но соль Знаешь почему Соевый соус Да Сладости есть Молодцы ребята Кто делает Прям очень добротно И здорово сделано Порция Ну давай так Ну это 140 На 130 До 150 Наверное Это свинина еще используют 140 160 рублей Такое уже немножко Кусачье состояние После вот этого всего Но опять же Я не знаю Коробочки сейчас в доставке Во-первых одну не привезут Наверное скорее всего Она сейчас хорошая Стоит рублей 500 50 600 Может больше Но там правда порция будет больше Но в целом Это вполне себе сносно Смотрите Здесь просто картошка Скорее всего каждый слой Значит сделан был майонезом Виден перец И вот это вот свиной Ну не стейк А шницель Который отбивается И сверху корочка из сыра Мы когда делаем Мы добавляем лук Мы добавляем Давай так Мы помидорку добавляем С тобой в мясо по-французски Да И грибочек тоже По-моему очень неплохо Заходит здесь Запах Вы знаете Вот опять же Делала какая-то Одна и та же Я чувствую Те же самые руки Ласкали эту еду Практично Это сегодня у нас Первое место Из хорошего Для меня лично Не знаю Наташка согласится Со мной или нет Наверное объясню Здесь очень хороший баланс У тебя есть Гарнирная составляющая В виде картофеля У тебя есть мясо Свинина Вообще отличного Как мне показалось Не кислит Ничего Все хорошо Сверху сырочек Ну такую порцавечку Съел и наелся Чего не хватило Пожалуй не хватило Соли и перца Очень две вот эти Поганые истории Да Что пересаливать мы не будем Потому что вдруг Для кого-то будет солен Но опять же Здесь-то они пересолили Да Да Здесь видите Все упирается в это Здесь как будто бы Вот немножко яркости Вкуса в виде перца Какого-то Положите Знаете как майонез делают же как Майонез типа соленый Но он здесь Опять же Может быть не супер вкусный Вот такой используется Добавь сюда перца Но в целом Если честно Очень неплохое исполнение Чувствуется Что сделано Не из вот этого Типа Да это же там Люди жрать будут Насрать на них Вот эти люди Такого не делают Да что-то мне не понравилось Но в целом Это неплохо Я ставлю сюда Но тут-то я думаю Ты точно Двушка скажешь Это стоит Потому что мясо Молодцы Съедая вот такое И суп Тут уж точно Можно наесться И в целом То есть комплексный обед Здесь будет стоить По моим скромным прикидкам Где-то в 450-400 рублей Я могу ошибаться Вы посчитайте Скажите мне Вот такой видос получился Мне интересно Что у нас сегодня было Я ставлю на окей Это магнит Я так понимаю Да судя по логотипу У нас сегодня был магнит С точки зрения ребят Могу Обратите внимание Ровное количество Понравилось Ровное нет Наверное из того Что здесь блинчики Могу честно сюда Переложить Потому что весьма себе Но вот некоторые позиции Обратите внимание Что в вашем магазине Есть и испорченные Я думаю Это надо следить Драники Просто подкорректировать Может с моим вкусом Нет Плов вообще ужасен Вот это ужасно Ну а по супам Уже все говорили Вот такой видос получился Если он вам понравился Разумеется Пробейте огромный палец вверх Либо худощавый делок Так мы понимаем Что данные видосы Интересны И в следующий раз Сделаем обзор На какой-нибудь магазин Еще какую-нибудь Такую столовскую Столовская еда Мне нравится Мне нравится такой формат Он очень удобен Ребята все От души Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...